Он пережил тяжёлые времена, но в последние месяцы ему лучше. Мирная обстановка дома повлияла на него в лучшую сторону. Он хорошо общается с друзьями и с учителями. Мы тоже так думаем. Конечно, счастье Атласа очень важно для нас. Хорошо, вы прекрасная пара. Буду ставить вас в пример другим. Спасибо, вы очень добры. За ручки? Зачем ты взял меня за руку? Ты всё ещё пытаешься. Я играю, Эсра. Это ради Атласа. Я сам не хочу держаться за руки. О, Аллах, зачем нам доказывать любовь? Что, если она не поверит? Я надел это, но у меня нет сил даже смотреть. Не то, что за руку держать. Я тоже ношу это кольцо ради сына. Как будто я умираю от желания быть твоей женой. Тоже мне. Это замечательно, что у тебя нет ожиданий, потому что я не собираюсь тебя прощать. Я не собираюсь тебя прощать. Кто просит тебя о прощении? Аллах, Аллах, совсем с ума сошёл. Сумасшедший. И, кстати, не говори потом мне, а то будешь бегать. Эсра, Эсра, дорогая моя. Кто? Я-то? В твоих снах, Эсра. Не стоит увлекаться своей ролью. Просто рассказываю, раз уж мы живём вместе. Вообще-то, это невозможно, когда ты рядом. Хорошо. Отлично. Только ради Атласа. Точно. Мама! Атлас! Атлас! Сынок! Подожди, я сейчас приду. Ты проснулся? Азан! Азан! Азан, вставай! Что? Вставай, 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 вставай. Что значит что? Атлас проснулся. Как? Не знаю, проснулся. Вставай, давай. Я иду, милый. Мы идём к тебе? Давай, давай. Ладно. Быстро давай. Ладно. Ложись. Сыночек, доброе утро. Мой красавец проснулся. Иди сюда. Доброе утро, малыш. Доброе утро. Доброе утро. Пойдём к напарнику. К напарнику. Давай наденем очки. Всё, идём. Давай, вставай. Бери маму за руку. Доброе утро. Доброе утро, сынок. Доброе утро, напарник. Подожди-ка. Мама, ты тоже видишь? Что там у тебя? 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 Постой, постой. Тут тоже что-то есть. Вот тут. Есть же? Я приготовлю завтрак. Спускайтесь. Мой завтрак здесь. Он здесь. Понял. Понял. Ладно, Лейла, обсудим на совещании. Ладно. Целую, дорогая. Пока. Целую, дорогая. С кем ты говорил? Тебе-то что? Что значит мне-то что? Азан, я не такая, как другие. Раз уж ты на мне женат, следи за своим поведением. Ты не можешь делать все, что пожелаешь. Что такое с Раханым? Вас это беспокоит? Конечно, беспокоит, Азан. Мы женаты, помнишь? Ясно. Тогда и ты вспомни. Ты не смеешь мне указывать, что делать. Нас с тобой связывает только Атлас. Если мечтаешь, что наш брак станет настоящим, этого не произойдет, потому что я никогда тебя не прощу. Я не мечтаю о том, чтобы наш брак стал настоящим. Но ты должен следить за своим поведением. Должен. Это не обсуждается. Я готов. Сынок. Твой автобус скоро должен приехать. Пойдем с тобой на улицу. До скорого, любимая. До скорого, дорогой. Иди сюда, сынок. Я тебя тоже поцелую. До скорого. Пока. Пока-пока, мама. До скорого. Ладно, пойдем, сынок. Идем, идем. Как же он бесит. Сынок, съешь фрикадельку, давай. Молодец. Ешь фрикадельку. Как хорошо ты ешь мамину еду. Мама. Что, милый? Я закончил. Дай посмотрю. Фрикадельки съел, овощи съел. Вкусно было. Мама. Что? Я хочу поиграть с машинками. Ладно, сынок. Помой сначала руки и иди играть. Хорошо. Я скоро приду. Хорошо, сынок? Ужин окончен. Что ты делаешь? Я ел. А что я делаю? Иди поешь с Лейлой. Что такое? Ты же собирался. Планы изменились. Ты все еще об этом. Я с ней поужинаю. Даже не волнуйся. СРА. Слушай, я о тебе беспокоюсь. Ты встречался со многими женщинами. Но даже если бы их было вдвое больше, ты бы все равно не смог обо мне забыть. Ты серьезно? Даже не начинай. А то расстроишься. Азан, ты же знаешь, что мне хватило бы и пяти минут, чтобы ты ко мне вернулся. Да брось. Не обманывай себя. Это мне хватит и пяти минут, чтобы ослабить твою оборону. Неужели? Посмотрим. Посмотрим. Что ты делаешь у меня в комнате? Я вышел из душа, но не смог найти футболку. Я подумал, может, она... Никаких футболок у меня в комнате нет. Твоей футболки нет. И не заходи сюда в таком виде. Ты о чем? В каком виде? В таком. В полуобнаженном. А что? Ты впечатлилась? Нет. Постой-ка. Я знаю, что ты пытаешься сделать. И что же? Не задавай вопрос, на который знаешь ответ. Ты хотел меня так провести, Азан. Какой же ты самодовольный. Думал, ты вот так придешь, и я в тебя влюблюсь? Я пришел за футболкой. За какой футболкой? Которой нет, Азан. Не будь смешон. Иди отсюда. Футболка есть. Да. Правда. Если найду футболку, которой у меня нет, я ее принесу. Пришел за футболкой, которой нет. Думает, он Зевс. Здравствуй. Да. Как дела? Я хотел спросить. Фильм смотришь? Да, смотрю. Будешь попкорн? Ты же любишь? Нет, спасибо. Азан, мы смотрели этот фильм в кино, помнишь? У нас было мало денег, и мы не могли ходить в кино каждую неделю. И мы устраивали вечер кино дома. Мы выключали свет и делали попкорн. Отличные были дни. Нам было хорошо. Дома холодно. Какое совпадение. Ты надушилась моими любимыми духами. Нужно было и красное платье надеть. Оно осталось у мамы. Эсра, серьезно? Думаешь, что сможешь впечатлить меня духами? Причем здесь это? Аллах, Аллах. Это и мои любимые духи. Они мне подходят, я постоянно ими душусь. Если впечатлился, сядь на другой диван. Эсра, почему мы ведем себя как дети? Самое главное – это атлас. Не будем так делать и друг друга раздражать, ладно? Ладно, но ты сам начал. Да, начал. Тогда я и закончу. Слушай, мы заключили с тобой сделку. Будем ее придерживаться, ладно? Я пойду в комнату. Мы оба знаем, чем закончится фильм. Доброй ночи. Эсра! Да? Поднимешься? Ладно. Что, Азан? Эсра, иди сюда. Смотри. Я нашел в ящике твой кулон. Я тебе его подарил. Пусть будет у тебя. Я его тогда выбросила. Знаю. Но я не хотел, чтобы он валялся на полу, так что забрал его с собой. Эсра. Знаю, в тот вечер я наговорил тебе много плохого. Но я думал, что вы с Чинаром были вместе. И раз уж я не мог вылечить твое сердце, я решил хотя бы починить его. Понятно. Это не так важно. Прошу, пойми меня. Мне было очень тяжело. Эсра, мне было очень тяжело думать, что я тебя потерял. Особенно, когда ты так красиво выглядела. Очень тяжело. Да и... Каждый раз, когда я видел на тебе кулон, я думал о нашей ночи на острове. Я так часто вспоминал ту ночь. Ты же тоже, Эсра. Прошу, не говори, что нет. Вспоминала. А как иначе? Мне тоже было нелегко. Я же говорила, я впечатлила их обоих. Но я так испугалась, когда меня застукали. Я думала, что конец. И эта Эсра уволит меня прямо там. А потом я начала плакать, и она смягчилась. У нее доброе сердце. Другой бы на ее месте тебя уничтожил. Да, да. Но хорошо получилось. Я смогла так сблизиться с Эсрой. Она даже дала мне свою одежду, потому что ей было меня жаль. Серьезно? Дочка, тебе бояться нужно. Ты нравишься мне все больше и больше. Ох, мама. Вот что я скажу. Их дом такой большой, такой красивый. Я даже на секунду замечталась. Представляла, как живу там с Азаном. Мы были бы так счастливы. Как быстро ты забыла о своей маме. Придется выделить комнату и мне. Да я тебе дом куплю. Дом! Слушай, а какие у них отношения? Забудь о ерунде и расскажи мне об этом. С этим все не так просто. В доме две спальни. По-моему, они спят раздельно, но кажется, что у них все хорошо. Мама, когда я уходила, Азан так посмотрел на Эсру, я прямо разозлилась. В любом случае, Азан увидит совсем другую Рюю на приеме. Вот увидишь, он будет мной впечатлен. Дочка, ты только начала там работать. С чего взяла, что тебя пригласят? Мама, я смогла стать ассистенткой Азана. На прием я попаду без труда. И завтра мой план продвинется на шаг вперед. Что ты сделаешь? Заставлю Азана меня обнять. Каким образом? Азан не оставит женщину, которой нужна помощь в беде. Барыш. Мама, я ухожу. Не жди меня. Ты все понял. Я придумаю, как выйти вместе с Азаном после приема, и ты сделаешь, как я сказала. Ради Аллаха, позволь мне выбить из него всю спесь и покончить со всем этим. Барыш, разве я об этом тебя прошу? Просто сделай, как я сказала. Рюя, не впутывай меня в нелепой ситуации. Ладно, Барыш, если не хочешь, найду кого-нибудь другого. Стой, стой. Да стой ты. Ладно, я все сделаю. Хорошо. Я скину тебе завтра геолокацию и напишу, когда буду выходить. Ладно. Ладно. Слушай, ты им одержима. У тебя будут проблемы, говорю тебе. Да и ты сказала, что он женат. Это нехорошо. Барыш, проблема – это я. Пусть боится его жена. Жди от меня новостей. Я же говорил, я же тебе говорил, что и пяти минут не пройдет. И ты поверила. Да? Легче, чем я думал. Что? Что-что? Да ладно, Несра. Ты поверила, верно? Да? Я сказал, что ты расстроишься. Да. Конечно, я не поверила, Азан. С чего бы? Я не глупая. Я тебя проверяла. Проверяла? Да. И почему я должен тебе верить? Поверь. Если бы не остановился, то понял бы. Ага, не остановился бы я. Я тебя обманула, а теперь забери свою висюльку. Ты думал, я поверю? Не поверила. Да ладно. Дура, Тейсра. Дура. Полная дура. Ничего с ним не получится, пойми ты уже. Что случилось с машиной? Она помятая. Ты не замечала? Раньше этого не было. Ладно, я попрошу ее убрать. Ну, как мы решили, Эсра, у кого оставим Атласа? Я договорилась со своей мамой. Хорошо. Ну же. Постой. Стой. Иногда такое случается. Дай-ка. Отпусти, Азан. Я сама справлюсь. Вот и все. Ладно, просто помочь хотел. Я не просила тебя помогать. Эсра, ты что-то притихла с самого утра. Ты на меня злишься из-за вчерашнего? Нет, не злюсь. С чего бы это? Даже не знаю. Ты выглядишь расстроенной. Но слушай, не злись. Ты тоже хотела меня обмануть. Да не злюсь я. Почему все сразу должно касаться тебя? Ты для меня не так важен, пойми. Что-то не похоже. Ты так сильно этого хочешь? Чтобы я умоляла тебя снова быть вместе? Никогда. Только в твоих мечтах. Ладно. Тогда поехали. Давно пора. Он правда спрятал подвеску? Я тебе столько всего рассказала, а ты думаешь только об этом? Да. Он ее подобрал с земли и спрятал. Не знаю, что ты думаешь, но, по-моему, это очень романтично. Романтично, да. Я тоже так сказала, когда он меня обманул. Зино. Мне кажется, я опять в него влюбляюсь. Это нормально, подруга. Он любовь всей твоей жизни. Единственная любовь. Да, да. А еще он ненавидит меня. Не хочет меня видеть. Унижает. Надо научиться защищаться от него. Хорошо, но как? Вы же женаты и живете в одном доме. Мне просто надо напоминать себе, что наш брак пустышка, и все ради Атласа. Азан, игровой компанией ничего не выплатили. Я знаю. Я решу вопрос с деньгами сразу же, когда смогу, но мне нужно время. Азан, ты так говоришь уже пару месяцев. Разве ты не понимаешь, что мы зажаты в угол? Ты мне не доверяешь, Эсра? Я все решу. Слушай, я поговорю с Мюмтазбеем и все решу завтра. Хорошо? Хорошо, я тебе верю. Но, может, снова попробовать идею с банками? Эсра, кроме компании у нас ничего не осталось. Единственный вариант найти хорошего инвестора, чтобы деньги снова появились. Я со всем разберусь завтра. Не волнуйся. Удачи. Так. Давай застегнемся, чтобы не замерзнуть. Хорошо? Я хочу пойти с тобой. Ну, дорогой, там скучно. Очень скучно. Ты там точно не захочешь быть. Я готова. Пойдем. Посмотри, твоя мама... Иди сюда, сынок. Наденем шапку, а то на улице холодно. Да, хорошо. Давай, давай, давай. Пойдем, Атлас, дай руку. Держи меня за руку. Пошли. Идем. Кто это? Я не знаю. Я посмотрю. Зачем ты за мной увязалась, как хвост собаки? Иначе никак. Вы странная семейка. У вас руки липкие, все крадете. Какой позор, стыд. Привет, внучек. Позор. Привет, мама. А зачем ты приехала? Я бы привезла Атласа к тебе. Я не могу больше оставаться в том доме. Зюмрюд позвала твою бабушку, а твоя бабушка позвала Асуман. А это кто? Бывшая твоего отца. Невеста. Она должна знать, уже взрослая. Да что ты говоришь, тут же ребенок. Помолчи, Аллах. Идите, веселитесь на своем вечере, а я за ним присмотрю. Не волнуйтесь. Да, его бабушка тут. Я позабочусь о своем внуке. Атлас, дорогой. Присмотри за своими бабушками. Веди себя хорошо, не хулигань. Ладно? Внучок. Увидимся. Красавец. Идите, идите. Веселитесь. Дорогой. Он похож на Азана. Я сразу это поняла, когда увидела его. Оказывается, это мой внук. Дорогой мой. Когда ты такое говорила? С чего ты взяла, что он на него похож? Эсра, он похож на Эсру. Копия матери. Нет, Азана. Эсры. Кого ты любишь больше, ее или меня? Маленькая Эсра. Ее? Как Эсра. Не задуши ребенка. Здравствуйте. Добро пожаловать. Привет. Рад встрече. Муса, кто это? Кто? Она. Это Рюя, новая ассистентка Азана. Новенькая. Одета как-то броско для ассистентки. Ну, она не всегда так одевается, но, думаю, на такое мероприятие можно. Да? Все равно странно. Рья Ханым, на минутку. Что случилось? Азан, нам не надо доказывать свою любовь. Надо, Эсра. Мы же женаты, помнишь? Благодаря тебе я не забуду. Зейно здесь. Пойду скажу привет. Азанбей, здравствуйте. Рюя, я тебя даже не узнал. Немного чересчур? Нет, все отлично. Как вечер? Хорошо. Отлично. Никаких проблем. Спасибо за сегодня, Рюя. Ты нас спасла. Я этого не забуду. Ничего страшного, Азанбей. Это моя работа. Делаю, что могу. Азанбей? Увидимся. Эсра, мне не нравится, как она на него смотрит. Которая? В фиолетовом. Рюя? Не глупи, Зейно. Она безобидная девочка. Она не такая. Даже не знаю. Мне вот не нравится эта Лейла. Снова бегает вокруг Азана. Она меня бесит. И еще смеется так. Подруга, она-то как раз безобидная. Ладно, забудь про них. Знаешь что? Вы с Азаном отлично смотритесь вместе. Я посмотрела, как вы зашли, вы двое. Просто супер. Не говори так, Зейно. Не надо, молчи. У нас с Азаном ничего не получится. Я смирилась с этим. И ты тоже должна. Все. Ты посмотри. Они смеются. Над чем можно так смеяться? Все заходит далеко. Очень далеко. Я пойду к ним. Эсра, стой. Азан, мы знаем отличный клуб. Все его хвалят. Мы туда собираемся после вечера. Ты с нами? Конечно, мы пойдем. Да, дорогой? Будет супер. Конечно. Да. Конечно, почему бы и нет. Мы много работаем, времени на что-то новое почти нет. Как вы, девочки? Как вечер проходит? Все нравится? Очень хорошо, Эсра, Ханым, как вы. Просто отлично, как видите. Все супер. Пойдем выпьем, дорогая. Конечно. Да? Хорошего вечера. Хорошего вечера. Спасибо. Что ты делаешь? Играю свою роль, Азан. Разве не ты сказал, что мы женаты? Я играю роль жены. А что? Подходящее время ты нашла. Конечно, подходящее, верно. Да. Хорошо. Азан, мюмтаз тут. Добрый вечер. Добрый. Как вы, мюмтаз бей? Рад встрече. Азан, честно говоря, никто не сможет вложить такие деньги в твою компанию. Никто даже представить себе столько не может. Даже мы сокращаем расходы. Дам тебе совет. Уволь некоторых сотрудников. Распусти ненужные отделы. Только так ты останешься на плаву. Мюмтаз бей. Все мои сотрудники очень важны для меня. Я уже сказал, что не могу никого уволить. Более того, рискуя стольким сейчас, представьте, какой доход будет в будущем. Ты, конечно, прав. Но никто не готов так рисковать. По крайней мере, я никого такого не знаю. Азан, ты же знаешь, ты мне нравишься. Но это эгоистичная работа. Если ты думаешь о других, ты неуспешен. Тебя просто сметут конкуренты. Я тебе советую подумать над сокращением. Понимаю. Мюмтаз бей. Ваши советы очень важны для меня, но я уже решил. Я сделаю все возможное, чтобы сохранить компанию такой, какая она есть. Надеюсь, у тебя все получится. До встречи. Я спрошу, как все прошло. Что случилось? Он отказал? Да. Он сказал, что никто не станет вкладываться. И что нам теперь делать? Не знаю. Ладно. Якуб Бей тоже здесь. Попробую поговорить с ним. Ладно. Да, Барыш. Привет. Я тут вообще-то замерзаю. Сколько еще мне ждать? Еще немного. Жди. Помни, что я тебе сказала, Барыш, ладно? Ладно, ладно. Рюя, понял. Дай знать, когда ты выйдешь. Хорошо, хорошо. Не звони больше. Я сама позвоню. Рюя? Эсраханэм, здравствуйте. Ты в порядке? Какая-то проблема? Ты ушла со своего места? Нет, все хорошо. Не волнуйтесь. Как вы? Как вечер проходит? Отлично все, отлично, прекрасно. Кстати, выглядишь потрясно тебе идет. Спасибо. Вы тоже выглядите отлично. Спасибо. Эсраханэм, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас не узнаю. Я Сердар, владелец Эр-Сазар Холдинг. А, Сердар Бейх, я слушаю. Я бы хотел с вами поговорить, если можно. Конечно, пройдемте. Спасибо. Я много о вас слышал. Все в курсе вашей работы в Лондоне. Я рад, что мы наконец встретились. Я тоже рада встрече, Сердар Бейх. Все только и говорят про Миллениум Софт. Это правда, что вы ищете новых инвесторов? Потому что я крайне заинтересован. Правда? То есть, да, мы проводим собеседование, да? Отлично. Тогда мы можем обсудить детали. Спасибо большое. Спасибо. Азанбейх, вы ищете с Руханым? Да. Она там говорит с другом. Зейнеп? Не думаю, что его имя Зейнеп, но когда я увидела, как он говорит, я подумала, что он ее друг, но мало ли. Понял, Рюя, спасибо. Спасибо. Сердар Бейх, как вы понимаете, Миллениум Софт вскоре начнет развиваться, поэтому мы ищем людей, которые смотрят на жизнь, как и мы. Амбициозных и успешных. Жена. Любимый. Сердар Азан. Привет. Наконец-то встретил твою жену. Ты настоящий счастливчик. Она красавица. Знаю, знаю. Чем вы тут занимаетесь? Обсуждаем работу. Не волнуйся. Да, рад слышать. Был рад встрече. Увидимся позже. Работу. Азан, что ты делаешь? Что я делаю? Это вы с ним что делали? Как ты думаешь, что мы делали? Мы обсуждали работу. Работу? Какую работу, Эсра? Ясно ведь, чем он интересуется. Его компания банкрот. О какой работе вы могли поговорить? Он бабник. Азан, о чем ты говоришь вообще? Ты видел, как он на меня смотрел? Соберись. Не своди меня с ума подобными разговорами. Кроме того, мне не нужна твоя защита. Я сама могу себя защитить. Понял? И что происходит? Ты можешь смеяться с девушками, которые записаны у тебя в телефоне, а я ни с кем не могу обсудить работу? Так получается? Да, ты все верно поняла. Кто придумал эти правила? Я. Аллах, не нужны мне твои правила. Не нужны они мне. Я могу говорить, с кем захочу. Я могу делать, что захочу. Ты не можешь мне указывать. Я домой. Эсра. Эсра. Как думаешь, уснули? Не знаю. Наверное, да. А мы тут будем спать. Ты чего? Много хочешь. Я буду спать на кровати, а ты на полу. Понял? Что? Не буду я спать на полу. Но в кровать я тебя не пущу, так что не надейся. Неужели? Вчера ты тоже так говорила. И что случилось? Все было не так. Ладно. Азан, ну правда, что ты делаешь? Я ложусь спать, Эсра, я устал. Я просто хочу отдохнуть. Да, и отчего? Что ты делал, пока меня не было? Эсра, я подвозил Рюю. Приехал мужик, наверное, ее бывший. Он так кричал, оскорблял ее, хватал за руку и толкал. Я не мог отпустить ее одну. И что? Ты не сообщил в полицию, чтобы его к ней не пускали? Она мне скажет, если что. Хорошо. Вот негодяй. Как так можно хватать и толкать женщину? Ну ладно, выключай свет, ложись. Пора спать. Все. Что ты делаешь? Что это? Я строю перегородку. Иначе ты будешь распускать руки. А мне этого не надо. Не приближайся. Делай, что хочешь, но за подушками. Я бы ответил, но не стану. И не надо, молчи, засыпай. И руки твои останутся при тебе. Не заходи за стену, понял меня? Я не стану обниматься. Ладно. Даже если попросишь, ясно? Выключай свет. Ну, конечно. Я же ложусь спать. Конечно, я выключу свет. Да, отлично, Иска. Руки не распускай. Да тише ты. Убери руку, Азан. Она мне тут не нужна. Все, спи. Продолжение следует. Азан. Продолжение следует... Азан, ты чего? Убери руки! Отодвинься! О, Аллах! И тебе доброе утро, Эсра. Доброе. А где подушки? Я строила стену из подушек. Я убрал их ночью, не мог заснуть. Как это убрал? Ну, ни стыда, ни совести. И ты так спокойно это сказал? Не могу поверить. Да ладно, всё же нормально. Успокойся. Вредина. Я всё уладил. Все планы отложены, у нас есть ещё немного времени. Немного. Это сколько? Это Мюм Тазбей. Да, Мюм Тазбей. Привет, Азан. Хорошие новости. Я нашёл инвестора. Что? Правда? Это же отлично. Пока что не радуйся. Он странный, с ним сложно работать. Но если всё получится, он сможет решить все ваши проблемы. Конечно, Мюм Тазбей. Но что это за человек? Почему он странный? Он из нашего сектора, да? Нет, даже не близко. В этом и проблема. Он традиционных взглядов. У него семейный бизнес. Я рассказал о тебе, мы обсуждали твою жену. Ему это понравилось. Он хочет с вами поговорить. Обсудить детали. Конечно. Давайте. Устроим встречу. Не будем терять времени, сами понимаете. Может, встретимся как можно раньше? Давайте за обедом. Да, нам подходит. Хорошо. Не переживай. Я сейчас же ему позвоню. Потом напишу тебе место и время. И ещё кое-что. Не опаздывайте. Он ценит пунктуальность в людях. Да. Хорошо. Мюм Тазбей. Не переживайте. Мы придём минута в минуту. И спасибо вам большое. Мы никогда не забудем. До свидания. Тогда до встречи. Отлично. Азан, что случилось? Готовься. Мы едем на обед. Надо выглядеть счастливыми, ясно? Ему важна семья, так что постарайся. Да, Азан, не раздувай так. Мы не первый раз это делаем. Будем притворяться счастливой парой. Успокойся. Успокоиться? Конечно. С тобой ни на минуту нельзя. С тобой тоже, Азан. Не надо валить всё на меня. Не делай вид, что это я виновата. Ты всегда ругаешь меня, будто я виновата во всём. Интересно, с чего бы? А то у меня же нет причин. Ты ведь такая невинная. Ну всё. А я псих. Всё, Азан, тихо. Я молчу. Я ничего не говорила. Забудь. Да, мамуль. Сынок. Сынок, мы уже умираем, да? Мы скоро пойдём побираться. Нас ждёт смерть, правда? Успокойся, мама. Что? О чём ты говоришь? Мы станем бедными, да? Мои детки останутся на улице. Эко сказал ей. Эко. Мама, успокойся. Всё хорошо. Мы сейчас едем на встречу с инвестором. Не переживай. Попробуй успокоиться, хорошо? Не надо нервничать. Да, да, хорошо. Значит, мои детки останутся? Да, мам. Надеюсь, что так. Но, как я и сказал, у меня встреча. Поговорим потом. Хорошо? Стой, сынок. Не вешай пока трубку. Это всё случилось из-за эртенов. Когда берёшь к себе эртена, у тебя сразу всё забирают. Добрый день, Зюмрю Тханым. Я в машине и тоже всё слышу. Молчи. Не вмешивайся в разговоры, когда не спрашивают. Ну всё, мам. Хватит. Я отключаюсь. Пока. Да, сынок. Целую. Ну всё, клади трубку. Пока ещё мало. Ну хватит. Ты даже ни слова не сказал, Азан. Знаешь, вообще-то всегда таким был. А что я могу сказать, Эсрая? Это моя мама, ты её знаешь. Ты всегда так говорил, твоё любимое. Ну а что, Эсрая? Это же моя мама. Что мне ей сказать? Чего ты смеёшься? Нет, нет, ничего такого. Просто мне понравилась фраза про эртенов. Очень смешно. Обхохочешься. Всё, всё, спокойно. Не отвлекаемся. А то сейчас ещё потеряемся, да? Я даже навигатор не проверяла. Эсрая, он очень пунктуальный. Нельзя опаздывать. Ладно, мы не опоздаем. Мы ведь уже едем, так? Здесь направо. Поворачивай. Нет, нет. Там будет пробка. Я лучше поеду прямо. Что значит, ты поедешь прямо? Давай ты поедешь не прямо, а туда, куда показывает навигатор. Там пробка, Эсрая. Я ездил прямо много раз. Спокойно. Проедем тут. Ты смотри, что тут написано. Это технологии. Давай их и послушаем. Поверни направо, ладно? Эсрая, там пробка. Азан, пожалуйста, поверни. Но там же пробка. Направо. Так быстрее. Поворачивай. Ладно, Эсрая, будь по-твоему. Я же говорю, тут написано. Всё, поворачиваю. Отлично. Сейчас увидим. Браво, Эсрая, там браво. Вот какие мы молодцы. Повернули. Теперь ты довольна? Азан, не я устроила пробку. Но ты нас сюда привела. Нет, навигатор сказал, надо направо. Вот мы и поехали. Обычно тут всё хорошо. Разве я виновата? Как я могла предвидеть это? Да, ты не знала, но я сто раз сказал, что так и будет. Хотел поехать по-другому. Пять минут. И как мы успеем? Ну ладно, ладно. Ресторан с этой стороны. Да? На машине нам не успеть. Ладно. Сейчас я вызову самолёт. Да летим так. Эсра, что я тебе твержу тут? Мы не успеваем. Что ещё делать? Азан, ты врос в машину, что ли? Мы побежим. Что? Что, что, ножками? В каком это смысле? Я бегу. Я директор компании. И посмотрите на меня, вот я. Хватит уже твердить про директора. Компания разваливается, а ты всё считаешь себя крутым. Азан, спустись на землю, наконец. Да, ты права. Надо было просто сказать, что я сразу болела, и не было бы проблем. Азан, заткнись. Не болтай, а беги. Бегу, я бегу. Бегу. Идём, идём, идём. Скорее. Вперёд, быстрее. Ну же. Здравствуйте. Я хорошо выгляжу? Да. Эсра, вот они, они здесь. Идём. Давай, давай, давай. Улыбайся. И не ругайся. Я не буду, если ты не станешь. А ещё напомни мне дома вымыть руки. Ну, дорогая. Хельмебей? Вы опоздали. Вы опоздали на 2 минуты 40 секунд. Ну... Мы... Я шучу. Здравствуйте. 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 Да-да, присаживайтесь. Спасибо. Вот. Я помогу, Эсра. Держите. Садись. Спасибо, любимый. Я Хельмис и Эроглу. А это прекрасная дама, моя жена. Гюльсерен. Приятно познакомиться. Я Занкарфалы, а это красавица, моя жена Эсра. Да. Мы рады знакомству. И простите, что опоздали. В Стамбуле так часто пробки. Мы застряли по дороге. Ладно, я... Перейду сразу к делу. Слушайте, я почти ничего о вас не знаю. Говорю сразу. Я работаю с землей. Но Мюмтас все хвалит вас и хвалит. Я так понял, вы добавили в приложение фермы? Я это очень оценил. И я хотел бы инвестировать в вашу компанию, если мы с вами договоримся. Правда? Мы тоже хотим с вами поработать. Правда же, Эсра? Конечно, любимый. С радостью. Какая вы милая пара. Смотреть приятно. Я прямо вижу любовь в ваших глазах. Ну, конечно, мы же любим друг друга. Да, безумно. Спасибо. Это очень, очень важно. Семья – самое главное. Я всегда это говорил. Вы работаете вместе, прямо как мы. У нас тоже семейное дело. К тому же, кому доверять, если не супругу? Верно? Точно, Хильмебей. Эсрея доверяю больше всех. У нас нет никаких секретов. Она от меня ничего не скрывает. Правда, Эсра? Ничего же? Ну, конечно. И Азан просто лучше всех. Он не ошибается, не злится. Принимает решения с твердой логикой. Все обдумывает и анализирует. Верно, любимый? Ну, конечно. Как же иначе? Хильми, они мне так нравятся. Врать не стану. Вы меня поразили. Я очень впечатлен. Вы основали компанию еще молодым, а потом долго шли к успеху. Это непросто. Согласна. Вы правы, Хильмебей. Было сложно. Особенно для Эсры. Мы поженились еще очень молодыми. Жили в бедном домике. И Эсра так много для меня делала. Представляете? Она работала на несколько компаний. Я и не видел, что Эсра делала так много. Но было поздно. Я очень многое упустил. А Эсра пожертвовала для меня почти всем. Азан много работает. Такой усердный. Любит сотрудников, как семью. Наверное, поэтому мы так успешны. Ну, конечно. Иначе он бы и не стал поступать. Вы мне нравитесь. Вместе вы сможете что угодно. Азан? Как дела, дорогой? Давно не виделись. Ты все не звонишь? Привет. Все хорошо. А ты как? Я тут вот обедаю с партнерами и женой. Ой, а я не заметила. Ну, ладно. Тогда пока. Что это за дама? Старая подруга. Ну, конечно, подруга. У Азана их целая куча. Просто вереница друзей. Куда мы не пойдем, вокруг сплошные его подруги. Просто удивительно. Я хорошо к ним отношусь. Ну, конечно же, хорошо. Такой он дружелюбный мой Азан. А если список контактов вижу, то там листай, листай, до буквы «Б» и не дойдешь. Бесконечный список, правда? Вот как много у него друзей. Очень. Да. Мне надо в уборную. Простите. Конечно. Простите. Мы сейчас. Ты что делаешь? Что я делаю? Да ничего. Ты сам все делаешь. Что это такое? У тебя куча баб. И все тебя трогают. Трогают. Зачем ты меня пилишь? Я пилю. Из-за тебя мы почти спалились. Из-за меня? Правда? Ой, прости. Хорошо, что я улетела в Лондон. Ты тут не скучал. Азан, ты сам виноват. И я даже сейчас не прочеглу. Не говори мне о ней. Эсра, сколько раз повторять? Между нами ничего не было. Я просто зашел и сразу уснул. Правда? Просто уснул? Вот так вот зашел и упал сразу. А мне откуда знать, что это значит? Мало ли, что ты там наделал. Скажи спасибо, что я вообще тут. Я могла и уйти. Мне вообще плевать. Вот наша история, Хамильбей. Мы вместе ради Атласа. Мы делаем для него все, что можем. А что же Тачгла? Она живет в Америке. С Элой и Мертон. Занимается собой. Вам очень повезло. Могло бы быть хуже. Ну ладно. Простите, что заняли время. Хильмебей, приятно познакомиться. Идем, Эсра. Стойте, куда вы? Вы через многое прошли. Но вы все еще вместе. Так ведь? Разве это не самое главное? Конечно. Вы смогли после всего построить семью. Мне кажется, пора вам забыть о прошлом. Так что, когда подписываем? Когда хотите, Хильмебей. Когда хотите. Тогда больше не к чему болтать. Мы договоримся. Адвокаты займутся бумагами. Вы не пожалеете. Мне от вас нужна лишь одна вещь. Конечно. Я сразу сказал, что ничего не знаю о вашем деле, так что мешать я вам не буду. Но мой племянник Эфе учился в Америке и в Англии. Он работал там и очень многому научился. Я хочу, чтобы он был моим представителем в вашей компании. Конечно, Хильмебей, мы не против. Пожалуйста. Хорошо. Тогда договорились. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми. Спасибо за просмотр!